Путин не лжет. В итогах февраля я допустил одну незаметную, но значительную ошибку. Озвучил одну цифру, но не расшифровал ее. Цифра простая, как палка. Но зрителю, даже неподготовленному, трудно ее воспринять. Кстати, Путин часто сыплет правильными цифрами, именно сыплет, как из ведра, и засыпает ими слушателей по самую макушку. Это хороший пример. Он не лжет, но заставляет вас не воспринимать цифры как факты, а просто пропускать их мимо ушей. И вот вы уже слушаете, киваете и думаете, надо же, какой он умный наш Владимир Владимирович. Все-то он помнит в курсе всего-то. Это же надо, какая светлая голова. Слава тебе, Господи, что у нас такой уникум у власти. А он вас шельмует, при этом даже не солгав. Так вот, я сказал, что долг Роснефти на данный момент времени составляет 3,5 триллиона рублей. 3,5 триллиона рублей. Естественно, мне и самому сложно представить, а что это за куча денег такая? Большая куча или прямо вот куча, куча, куча? Но если не все, то многое познается в сравнении. Бюджет России на весь 2017 год составляет 13,4 триллиона рублей. Это доход. А потратить придется 16,2 триллиона рублей. То есть в бюджете дыра почти на 3 миллиона. Но это уже другая история. Итак, Россия, округлим, будет в течение года жить, есть, пить на 16 триллионов. А долг Роснефти составляет почти четверть годового бюджета всей страны. Три месяца. Это означает, что в течение всей весны или лета или осени никто из нас не должен ничего не есть, не пить и так далее. Если мы хотим свести концы с концами. Три месяца. Спасибо тебе, Путин, и другу твоему, высокооплачиваемому Сечину, приогромное спасибо. Теперь всегда, называя цифры, буду их конкретизировать, чтобы мимо ушей не проскакивало. Ибо какой смысл ими сыпать, если подлинное значение так и остается никем неосознанное? Саша Сотник Продолжение следует...